Девушки отдыхают Человек сидел в СИЗО подозреваемым. На протяжении двух с половиной лет Трухачев был всего лишь подозреваемым по данному уголовному делу. И только из-за активных действий процессуальных стороны защиты, наконец, следствие предъявило ему обвинение. В рамках этого обвинения ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, связанное с реализацией полномочий по заключению и исполнению государственных контрактов со стороны Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. И это еще не все. Экспертиза, на которой держатся все обвинения, может оказаться просто филькиной грамотой. Вот вы видите сейчас талон, зарегистрированный о совершении, заявление о совершении преступления, которое подала защита Александра Трухачева по поводу вот этой самой экспертизы. Что с экспертизой не так? Вот посмотрите вот на эту бумагу. Это официальный ответ Министерства юстиции. То есть это совершенно официальный орган, который подобные экспертизы по идее должна делать. Судебные экспертизы. Но они пишут, мало того, что экспертов таких нету, методики такой нету. То есть невозможно провести эту экспертизу. В основе обвинения лежат экспертизы, которые выполнены так называемым экспертом Карташова. Данное лицо не является квалифицированным специалистом в этой области, не состоит в реестре, в открытом который размещен на сайте Росреестра Российской Федерации. И не имеет соответствующих квалификационных аттестатов для определения рыночной стоимости в области оценки. Тем не менее, два года следствие разыскивало такого специалиста. Вот, наконец, они отыскали готового дать подобное заключение. Давайте я очень быстро вам напомню, о чем само дело Александра Трухачева. Его обвиняют в том, что он, когда был министром туризма Ставропольского края, якобы украл на госконтрактах несколько миллионов. В 2020 году в Ставропольском крае должен проходить фестиваль фейерверков. Все закупили, артистов оплатили. Все это по госконтрактам, все это на государственные деньги. Но сам фестиваль не проводили. Почему? Потому что была пандемия. И отменил фестиваль, не Трухачев, его отменил губернатор. Ну, потому что обстоятельства такие. Форс-мажор. Следствие почему-то сделало виноватым Трухачева. И вот они вменяли в то, что вот эти вот 45, кажется, миллионов, если я не ошибаюсь, может даже больше, госконтрактов всего, он каким-то образом все деньги взял и украл. И вот спустя два года, то есть вот в феврале 2024 года, а уголовное дело в 2022 возбудили, наконец-то нашли то ведомство, которое проведет экспертизу. На основе которого и будут строить, и уже строят, построили уже обвинение. А экспертизу провела интересная организация. Называется Союз Палата Бизнеса Северного Кавказа. Провел экспертизу Андрей Карташов. Для того, чтобы стать таким вот серьезным экспертом, чтобы делать такие экспертизы, он даже получил диплом профессиональной переподготовки. По случайному совпадению президент этого Союза Палата Бизнеса Северного Кавказа Лариса Карташова. Возможно, возможно, это родственники Карташов и Карташова. Вот такая вот контора. А вот в том же ответе от Министерства юстиции написано, что эта организация, этот Союз, является самостоятельным юридическим лицом. Вот такая вот картина вырисовывается. И что с этим следствие будет делать, пока что непонятно. Получилась ситуация очень странная. Потому что ему не было никаких оснований для проведения этой работы. Он не имеет таких полномочий, не имеет квалификаций. Тем не менее, отчеты приобщены в материалы уголовного дела, эти заключения. И на них основывается обвинение, предъявленное Трухачеву через два с половиной года. Вопиющая ситуация. То есть, строго говоря, может выполнять работу в определенной... Мы пойдем сейчас в поликлинику, нас будет лечить не врач. Точно так же мы пойдем в суд, нас будет судить не судья. То есть, есть как бы определенные критерии, что сапоги должен точать сапожник, а пироги печь пирожник. Точно так же и здесь. И вот еще интересный факт, когда возбуждают уголовное дело в отношении бывшего чиновника, настоящего чиновника, бывшего чиновника, даже бывшего. Это дело, слушание этого дела обычно переводят, переносят в другой регион. Ну, потому что возможен конфликт интересов. Тут упорно прокуратура обвинения не хочет, чтобы это дело переносили в другой регион. И вот дошло до Верховного суда, и вот в Верховном суде, вот недавно было заседание, отказали в переносе в другой регион. Однако практика того же Верховного суда свидетельствует о том, что достаточно просто наличие в прошлом властно-распорядительных полномочий для того, чтобы изменялась территориальная подсудность, когда такие ходатайства заявляет прокуратура, Генеральная прокуратура Российской Федерации. Их как раз, эти ходатайства Верховный суд считает достаточно мотивированными, поскольку достаточно именно этого самого наличия сомнений в объективности и беспристрастности судебных органов. То есть, понимаете, если человек был при власти даже в прошлом, все равно есть некая вероятность коррупционной составляющей, что человек будет давить, ну даже не давить, а просто он может тех, кто его будет судить, тех, кто его будет обвинять, то есть прокуроров, судей, следователей, знать лично. Потому что они примерно ходили под ним и тем же кабинетом. Но даже дошло до Верховного суда, переносить в другой регион не хотят. Почему? Почему кому-то так надо, хотя практика абсолютно однозначно говорит, что нужно в другой регион переводить. Кому так надо, чтобы это дело с такой экспертизой, сомнительной, мягко выражаясь, оставалось Ставрополье? Но я вам скажу вот что. Это по практике мы знаем, когда такое происходит, когда следствие идет два с половиной года, когда экспертизу нормальную не могут сделать, когда не переводят при таких обстоятельствах, бывшего министра все-таки судят, не переводят в другой регион, хотят оставить вот там, в Ставрополе. Значит, это очень кому-то нужно. Значит, есть интересанты этого дела. Какая интересная история, представляете? Ведь следствие уже в Москву доложило. Поймали коррупционера такого, представляете? Миллионами воровал. В СМИ сколько, в местных было написано, что вот и эта статья, и эта статья, и здесь он украл, и здесь он украл. А в результате какая-то сомнительная экспертиза. Ничего остального нет. Только говорили, говорили, говорили. А по факту, когда ты смотришь на документы, вот эта непонятная экспертиза, и на ней строится все обвинение. И два с половиной года, я повторюсь, человек был подозреваемым, сидел в СИЗО, и только недавно ему предъявили обвинение. И сейчас, конечно, следствие, прям кровь из носа, кровь из носа. Нужно, чтобы это дело дошло до суда. Ну и получил там, конечно же, обвинительный приговор. Или чем вы занимались-то все это время? Целая следственная группа работала. Зарплату получала. Конечно же, они сделают все возможное. Если признают Филькиной грамотой этой экспертизы, то очень большие проблемы будут у следствия в Тавропольском крае. Но они, конечно, этот вопрос будут всячески решать. А мы, со своей стороны, будем за этим делом следить. И очень интересно, что будет дальше? Как дальше будет поступать следствие? А пока что, до свидания.